Всем привет! Сегодня мы будем готовить очень вкусный шоколадный тортик. Этот тортик получится очень сочный внутри и нереально шоколадный снаружи. Готовить его будет проще простого. Сегодня мне будет помогать маленький помощник. Соответственно, приготовить этот торт может даже ребенок. В чаше миксера нужно соединить яйца, сахар, подсолнечное масло и сразу же добавляем сюда щепотку соли. В сахаре у нас присутствует немножечко ванили. Ставим взбиваться до растворения сахара или практически его растворения. Тем временем, пока взбивается смесь, нужно смешать все сухие ингредиенты. Я просеяла сюда муку. Теперь к муке добавляю соду, чайную ложку с небольшой горочкой. И две с хорошей такой горкой столовые ложки какао. Просто потом перемешиваем. Соду в этом рецепте гасить не нужно. Во-первых, потому что в составе у нас есть какао, оно гасит соду. А во-вторых, у нас здесь будет еще и кефир, он тоже гасит соду. Поэтому ее предварительно гасить не нужно. В взбитой смеси добавляем кефир. И просто легонечко немножечко перемешаем, чтобы кефир соединился с яичной смесью. Затем сюда же всыпаются и сухие ингредиенты, либо на небольшой скорости миксера, либо вручную венчиком. Перемешиваем до однородного состояния. Эта масса получается более жидкая, чем бисквитная. Хотя смотря кто какие бисквиты печь привык. Для меня это получается более жидкая такая вот масса. Она насыщенно шоколадная. Не нужно ждать, быстренько перемешали и теперь сразу же нужно ее отправить в форму. Форма предварительно уже должна быть застелена пергаментом и по бокам и внизу. Разъемное кольцо здесь немножечко сложнее использовать, чтобы у вас ничего не выбегало. Лучше вот использовать вот такую цельную собранную форму. Выкладываем и отправляем массу в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Печется по времени в зависимости от вашей духовки. От 30 минут и 40 и час может даже печься. Пробуем на сухую шпажку. Поднимается вот такой вот высокенький бисквит. Мы его достаем с формы и отправляем остывать. После того, как он у нас остынет, будем собирать. Сейчас у меня отвешивалась сметана. Я буду использовать сметану. И из нее осталось 700 грамм. Было где-то с килограмм сметаны у меня 15%. Можно использовать сливки, но тогда их стоит взять чуть-чуть поменьше. 500 грамм будет достаточно. Сметану и сахар взбиваем до растворения сахара. Получается вот такой вот легкий крем. И теперь, после того, как остыл наш коржик, верхушку мой помощник уже съел. Получается, посмотрите, какой вот воздушный и красивый шоколадный корж. Этот корж готовится очень-очень просто. Его можно использовать и под любые, в принципе, тортики. Не только под этот. Его прекрасно можно разрезать и на три коржа. Форма, кстати, здесь 24 сантиметра. Можно использовать 22. Вынимаем весь мякуш. Оставляем внизу слой, чтобы у вас остался где-то около сантиметра. Чтобы у вас все-таки подложечка из коржа была такая нормальная. Посмотрите внимательно. Я отступила от края бисквита, не с самого края его обрезала. Теперь внутрь я кладу несколько ложек сметаны для того, чтобы промазать нижний этот корж. Чтобы он не получился у нас сухой. Хорошенечко и боковушки изнутри промазываю. У нас такой как бы кармашек там немножко должен получиться. Все промазываем. И теперь в этот кармашек и, собственно, по всему тортику нужно разложить бананы. Количество я вам указывать не буду, в зависимости от того, какого размера у вас бананы. И от того, сколько вы хотите их положить. Я решила положить по краю целые, а посерединке разрезать. Но я думаю, что лучше даже не резать, а чтобы вот такие вот целые кружочки в разрезе получались. Затем к оставшемуся крему добавляем измельченную средину. Эту средину можно было порезать кусочками, как на пинчер. И тоже так можно выкладывать. Либо покрошить и перемешать со сметаной. Здесь уже по вашему желанию, как вы хотите видеть ваш тортик. И затем утрамбовываем сначала между бананами, чтобы у нас не было пустот и тортик хорошо резался. Остаток выкладываем наверх и разравниваем по тортику. Слегка перекрываем бока, чтобы никаких особых стыков у нас не было. Потому что сверху мы будем перекрывать очень вкусной шоколадной глазурью, чтобы она у нас нигде не горбатилась. Отправляем торт в холодильник. В холодильнике он должен провести минимум 2 часа, чтобы он хорошо остыл. Затем сварим глазурь. В молоко сразу добавляю масло, какао. Какао вы видите с такой огромной горкой. Крахмал, лучше всего используйте кукурузный. Сахар, а шоколад добавим в самом конце. Все это пока мы перемешиваю, отправляю на огонь. И на среднем огне варю до появления первых пузыриков, чтобы у нас сварился наш вот такой вот пудинг шоколадный. Очень насыщенный и очень вкусный. Теперь в этот горячий пудинг добавляю шоколад. Можете перемешать, оставить на минутку. Шоколад в принципе сам растворится и потом еще раз перемешать. Либо вот просто сразу там по чуть-чуть начинайте перемешивать и сахар, точнее шоколад сразу же вот растворяется и масса становится еще более шоколадной. Посмотрите, как она блестит и какая она красивая. У меня даже не весь этот пудинг ушел на тортик, я отдельно в креманочку еще насыпала, он у меня застыл и просто потом я его кушала как десерт. Выкладываем этот пудинг на тортик и быстренько его разравниваем. Тортик холодный, пудинг горячий, еще горячий. Разравниваем и он довольно-таки быстро начнет схватываться. Он, конечно, останется немного липковатым. И как раз на эту липкую основу можно чем-то таким посыпать интересным. У меня здесь будет арахис посыпка и я оставляла маленький коржик, квадратик такой со серединки, который я сейчас покрошила наверх. Получается вот такой вот очень-очень вкусный и шоколадный торт. Готовила я с ребенком и ему этот тортик тоже очень понравился. Режется он вот так вот очень мягко, он хорошо пропитывается. Поставил в холодильнике еще часа четыре у меня. Я хочу еще один тортик попробовать. Как думаешь, вкусный получился? Ага. Будешь пробовать? Ага. Вкусно, вкусно. Правда, правда? В общем, обязательно попробуйте. Это очень вкусно, очень просто и подходит к любому торжеству. С вами, как всегда, был Кекс. Не забывайте палец вверх. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok